Все зависит, во-первых, от коллектива, с которым вы имеете дело, потому что есть коллективы, которые работают на какой-то результат, и они все на него заточены, и в этом случае это одна история, вы здесь должны становиться человеком, который помощник, который помогает каждому пробегать его часть дистанции. Вот такая помощь и поддержка превращает вас в нужного человека, и вы таким образом, естественным образом, становитесь лидером. Если ситуация, при которой, условно говоря, офисная работа, мы делаем одну какую-то общую историю, стратегия помощи уже будет недостаточно эффективна, поэтому здесь важно демонстрировать вам самим ваш уровень и глубину знаний той деятельности, которой занимаются сотрудники. Есть опция, знаете, когда делегируют просто потому, что самому не хочется вникать. Вот так лидером не стать. Только в том случае, когда вы действительно, что называется, потрошите знания своего сотрудника, если он обладает какими-то дополнительными компетенциями, которых у вас нету, у вас есть финансовый директор, который, очевидно, разбирается в финансах лучше, чем вы. Если вы способны его спрашивать, пытаясь максимально для себя понять, что он делает, и задаете при этом вопросы, которые его самого заставляют задуматься над тем, что он делает, вы таким образом становитесь в хорошем смысле экзаменатором, от которого этот человек зависит, понимая при этом, что вы можете дать новый взгляд, новый обзор, видите что-то в большем объеме и так далее. Поэтому это или вот такая помощь, если у вас система командной работы, или если это как бы не командная работа, и есть просто специалисты со своим объемом, уровнем знаний, и вот это вся уточняющая, задающая, может быть и тогда не самые ловкие, не самые приятные вопросы, но заставляющая самого человека выскочить из его шор. Все время не давайте покоя, но делайте это доброжелательно и демонстрируя собственные интересы, внимание к тому, что делают ваши сотрудники. И даже неудобные вопросы будут увеличивать степень вашего авторитета в коллективе. Спасибо.